Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Господу нашему Спасителю! Ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Друзья, всех приветствую, благоставляю именем Господнем. И сегодня молюсь о служении, предстоящем в Москве, масхальном служении. Сегодня, кстати, суббота, сегодня завершающий день с Пасхи. Ну, если брать библейскую Господню Пасху, то уже сегодня завершается неделя Пасночная. Да, вот так интересно в этом году получается. Суббота до суббота. И не часто, но это вообще-то. Здесь, витрище такое. Да, от суббота до суббота, да. Потому что вот эта пасхальная ночь с 14 на 15 Ниссана в этом году выпала на 30-31 марта. И вот до 7 апреля продолжались дни опресничные. Сегодня 7 апреля. Ну, а в библейском исчислении сегодня 22 Ниссана. 1778 года. Ну, а 7 апреля сегодня, 2018 года получается. Да, и, дамы и господа, хочу прочесть сейчас я из Божьего Слова послание Ефесянам. Пишется. Я потому что завтра планирую как раз зачитывать из послания Ефесянам тексты. И хочу уже сейчас прочесть некоторые слова апостола Павла. Павел пишет он, первая глава, с самого начала. Волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе. Но, знаете, друзья, сегодня я убежден, что это слово обращено и к живущим здесь, находящимся здесь, в Туле. И находящимся в Москве, где завтра буду проповедовать. Находящимся в Киеве, находящимся в Нью-Йорке, в Иерусалиме, везде-везде. Потому что Божье Слово, действительно, оно живо. И это послание, оно вдохновлено самим Богом. Богу вдохновенно. И вот сразу, что отмечу, что Павел, он действительно понимал, как христианин, кем он призван и к чему он призван. Это очень важно, архиважно. Волею Божию апостол Иисуса Христа. Все четко и ясно, коротко и понятно вообще, кто он такой. Он представился действительно, слава Богу. И сегодня я благодарю Бога за то, что верующие люди, многие-многие очень христиане сегодня так же четко знают свое призвание. И кем они призваны, и в кого они уверовали. Это очень важно. И это завтра буду как раз провозглашать, исповедовать и напоминать верующим, что это очень важно. Понимать и знать, и исповедовать. И он пишет, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. И вот святым и верным. И пусть Бог благоставит нас, святых и верных, находящихся в Туле, в Москве и везде, где бы ни сказал, по всему лицу земли. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И сегодня так же и завтра на воскресном служении в Москве как раз молюсь о том, сейчас уже молюсь заранее, молюсь об этом служении предстоящем нам. И молюсь о том, чтобы благодать всем людям и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа были. И даже, я так полагаю, что люди будут разные, и сама церковь, в которую я буду проповедовать завтра, она не динаминационна. То есть она, знаете ли, ее нельзя отнести к какой-то из существующих христианских конфессий, динаминаций, традиций. И это очень хороший такой знак, добрый знак свыше, я рассуждаю, что такие церкви, подобные этой церкви и в Москве, и в России, и в Украине, и в других странах бывшего союза, да и по всему лицу земли. Они, знаете ли, они появляются, они распространяются, то есть это добрый знак чего? Добрый знак того, что Господь действительно придет, и церковь обновляется, и вот эти всевозможные межкофессиональные, междинаминационные эти вещи, они, знаете ли, они просто рушатся. И вот, возвращаясь к словам Павловым, знаете ли, он не говорит, что там вот передаю привет такому-то отдельному собранию в городе Эфессии, а вот тому другому, допустим, не передаю. Нет, там наверняка в Эфессии были разные собрания, но церковь, она едина. И поэтому, говоря к церкви, там, такого-то города, допустим, я имею в виду всех верных и святых этого города. Вот, и завтра провозглашаю слово Божье в Москве, и я не только в том собрании, небольшом собрании, в котором я вот уже бывал, уже был, уже проповедовал недавно, в этот раз, получается, на Пасху церковную, православную, протестантскую Пасху. А здесь культура православная, поэтому, как бы, значит, не и большинство людей, как ли, иначе, Пасху связывают именно с православным, значит, старым стилем. Потому что по новому стилю уже весь мир католический, протестантский и православный, в общем-то, отпраздновал в прошлое воскресенье. Вот, это очень знаменательно, что Пасха, вот, церковная по новому стилю в этом году совпала с истинной библейской Пасхой, будем так говорить. Слава Богу, с Пасхой Господней, с Песохом, с днями опресночными. Да, слава Богу. И поэтому, вот, провозглашая слово Божье, повторяю, что я провозглашаю слово Божье всем верным и святым. Не только того собрания, посещающий до собрания, потому что там, на Стромынке 11, где собрания проходят, этой церкви, кстати, если вы в Москве завтра, то, пожалуйста, в 15.00 приходите, приглашаю вас, значит, в 15.00 на Сокольниках. Там, недалеко от метро Сокольники, улица Стромынка 11 или Стромынка. Я так не знаю, как правильно ударение поставить, потому что я слышу в Москве и такое, и такое слово. Ну, москвичей там, в Москве, очень мало осталось коренных-то, вот, поэтому, как бы, все произносят на свой, на свой лад, как бы. Ну, сама служба важна, Стромынка, вот так вот, Стромынка 11. Там христианский центр, на четвертом этаже находится, там разные кабинеты, офисы. Ну, не офисы, а, как сказать, залы большие и малые, и там проходят служения разных церквей. Вот, и вот, в том числе, вот, церковь, не динаминационная церковь Иисуса Христа, которая собирается в 15.00, в которую я буду завтра проповедоваться. Так что, вот так вот. Вот, и, конечно, да, если вы придете, там, в субботу, в воскресенье, да, я так думаю, наверное, в каждый день, там, каждый вечер, там, служения какие-то происходят обязательно, потому что, там, десятки церквей арендовали, арендуют, в Москве не так много, на самом деле, сейчас, к сожалению, мест, где пускают евангельских верующих, так вот, для служения, проведения собраний. Вот, но, вот, именно там, на Стромынке 11, там, поэтому множество таких церквей собираются вместе. Жизнь, так вот, объединили, там, кстати, чернокожие, собираются христиане, там, бывал я в гостях, тоже очень интересное собрание. Вот, и далее, с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вот, эту мысль буду тоже стараться развивать, ну, вообще, из послания Ефесянам, завтра центральное место Писания будет другое, из пятой главы, там, где говорится, что «Стань спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». Вот, но, значит, вот, но так или иначе, вот эти тексты молитв Павловых из этих, из этого послания, из разных глав, они будут завтра звучать. Я думаю, это замечательно, что даже спустя два тысячелетия эти слова, молитвословия этих, они актуальны по сей час, по сей день. Они актуальны в судьбах верующих, и я убежден, что очень многим верующим это такое все огромное благословение. Слава Богу! Так что, так. Ну, а здесь сегодня солнечный такой день, суббота, окончание дней пресночных, окончание Пасхи. Ну, а церковная православная Пасха только начинается, ну, из-за антисемитизма, опять-таки, такая проблема у нас, к сожалению. Ну, вот несут люди куличи, немацу, да, куличи, то есть языческие такие обычаи, но я верю, что Господь даже через, и через эти вещи, через эти хлебобулочные изделия, что-то, да, скажет сердцам людским. Самое главное, чтобы пришло понимание людям, что наш Пасха, это сам Иисус Христос, именно в этом послании, как раз пасхальное послание, центральное, основное. Всех этих дней я проповедую в разных собраниях, в разных конфессиях, в динаминациях, и даже в таких нединаминационных собраниях, церквях. Вот, и как раз, действительно, это, ну, архиважное послание. Ну, все, туда, до встречи, с Богом, мир всем. Христос воскрес, воистину воскрес!